Приветствую вас, Карина. Давайте последуем ваш вопрос. Во-первых, то, что вы описываете, ну, если не самая распространённая ситуация, правда, от этого не становящаяся, а менее неприятной, к сожалению, то я, по крайней мере, крайне часто встречаюсь сейчас. Вы спрашиваете о том, помогите, пожалуйста, понять, как мне к этому относиться? Как мне относиться к тому, что переезд молодого человека ко мне постоянно переносится? Ну, на самом деле, вы вряд ли можете заставить себя относиться к этому как-то определённым образом. Вы относитесь ровно так, как относитесь, то бишь либо негативно, либо позитивно. И я думаю, что совершенно очевидно тот факт, что у любого отношения, в том числе и позитивного, в том числе и у негативного, есть свои причины. Например, вас задевает то, что молодой человек пропускает ваш день рождения. Задевает, несмотря на то, что в его семье, а значит и в его представлении, это абсолютно нормально. Вот здесь, пожалуй, встаёт такой вопрос. А принимаю ли я своего молодого человека таким, как он есть? Принимаю ли я его ценности? Принимаю ли я его приоритеты? Принимаю ли я? Если меня задевает то, что он не попадает на мой день рождения, то как меня это задевает? Как я себя чувствую, в первую очередь? Если я чувствую себя, к примеру, негативно из-за этого, то каковы причины, почему я чувствую себя негативно? Что вызывает негатив, условно говоря? Дальше. Вы говорите о том, что молодой человек обещает встретить с вами Новый Год, дальше будет ещё один проект. И всё это для вас. Для вас свободно, для вашего будущего. Ну, в принципе, поспорить с этим, пожалуй, сложно. Но, вот, в чём проблема. Почему вы торопитесь? Что именно мотивирует вас торопиться? Считаете ли вы подобное поведение со стороны молодого человека неприемлемым для себя? или делать чем-то ещё? Очень важно, чтобы вы определились с тем, как воспринимаете его периодические, периодические, ну, периодические откладывания, если угодно, переезда к вам. Потому что, если вы воспринимаете это негативно, если для вас это, ну, такой вот негативный звоночек, скажем так, то нужно обязательно поисследовать, почему. Почему для вас это негативный звоночек? Чем для вас это негативный звоночек? Я не говорю о том, что это обязательно правильно. Я не говорю о том, что действия молодого человека верны. Я просто хочу сказать, что необходимо разобраться в том, как лично вам видится и воспринимается, то, как человек себя ведёт. Ну, я имею в виду по отношению, допустим, к вам. Ибо если для вас это неприемлемо, если вы не приемлете такого поведения по отношению, допустим, к себе, то, ну, в таком случае совершенно очевидно, что как минимум пришло время вам что-то менять. Либо говорить человеку о том, что извини, но меня не устраивает такая ситуация. Извини, мне не нравится то, как всё происходит. Извини, я считаю, что это просто от нас. То есть вам нужно вот по большому счету просто определиться с тем, как вы сами воспринимаете действие молодого человека. То есть по факту, по факту, по факту, я бы сказал признать своё отношение к этому. Признать то, как вам это воспринимается. Вот по большому счету, наверное, всё. Если и когда вы это сделаете, то ситуация сразу пойдёт на улучшение. Вот. В прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова. Потому что... Извините. По-другому про события может. Конечно, это будет неприятно. Конечно. 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 Потому что... Это... Это будет... Ооо... Ну... Таким... Проявлением... Вашей позиции. Но... Вы совершенно справедливы. На мой взгляд. Замечаете. Что... 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 Это... Ну... Это... Как бы... Повторяется. Да. Это повторяется. Повторяется. Сно-вы-сно. Сно-вы-сно. То есть, что там... Повторяется. Она... Сно-вы-сно. Вашим... Молодым... Человеком... Пробегает. Подроб noises. По факту. Вот. Вот. Соответственно. То, что... Я могу Вам... Сказать. А... Опираясь на... То, что... Вы... Пишите. Опираясь на... Опираясь на... Опа... что вы описываете. По поводу того, что вы эгоист. Ну, вообще говоря, в эгоизме как таковом плохого ничего нет. То есть нет ничего плохого в том, что вы думаете о себе, что вы хотите чего-то для себя. Другой вопрос, как вы к этому относитесь. То есть насколько вы уверены в себе. Вот. То есть если вы уверены в своей позиции, что мужчины, которые постоянно откладывают переезд к вам, которые не уважают ваш условный день рождения, это мужчины, с которым вы не хотите строить свои отношения, то в таком случае нужно просто эту позицию максимально выразить. Вот. Но если вы на вы вот как-то в той или иной степени сомневаетесь, то опять же эти сомнения стоит поисследовать. Чтобы вы сами лучше понимали, о чем идет речь по большому счету. Вот. Сейчас вы производите впечатление человека, который не особо уверен в своих действиях, не особо уверен в своей позиции, которые не особо понимают, что он идет к мужчине, он идет к своему партнеру. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить на вопрос. То есть опять же никто не ждет от вас того, что вы там чего-то должны. И я в том числе не говорил, что вы чего-то должны. Вы не должны терпеть того, что вам не нравится. Но позиции лучше иметь четку. Дальше. Вы пишите. Вот. После долгого выяснения отношений он говорит, что встретит Новый год со мной. Что это значит? Ну, по факту, на мой взгляд, это значит, что вы человека уговорили, я боюсь, именно уговорили человека провести с вами время. Вот. И это, конечно, тригодный звоночек, потому что отношения здесь, они выстраиваются, получается, на каком-то таком, что-то вроде рэкета. Отношения выстраиваются на требованиям каких-то. Вот. Что, конечно, на пользу, ну, ни вам, ни молодому человеку, ни отношениям важным целом. То есть на пользу тому, как вы воспринимаете это, вдруг и не идет. Вот. Так что, по поводу того, почему вы выясняете отношения, да, с чем будет связано то, что вы выясняете отношения. По поводу этого нужно, на мой взгляд, разбираться. То есть именно, вот, помочь вам как-то, вероятно, определиться со своей позицией, чтобы вы, в какой-то степени, может быть, ну, лучше, опять же, понимали, чего именно вы хотите. Вот. И учились адекватно выражать свою позицию, учились адекватно выражать свои чувства, свои эмоции, да, вот, и так далее. Вот, я думаю, примерно такой ответ можно, можно вам дать. На этом все. На этом все. Я вам надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.